Шел 1953 год. Послевоенное противостояние между СССР и западными странами начало снижаться с приходом Никиты Хрущева к власти. Должна произойти коронация королевы Елизаветы II на британский престол с морским парадом на Спитхейдском рейде Портсмута. Традиционное место парадов британского флота. Подобный парад проходил здесь в 1937 году во время коронации короля Великобритании Георга VI. У него было две дочери. Старшая – Элизабет Александра и младшая – Маргарет Роуз. Принимать участие вместе с отцом в морском параде удостоилась лишь старшая, будущая королева Великобритании Елизавета II. В тот год на Спитхейдском рейде собралось около 150 военных кораблей из разных стран. В основном из стран британского содружества. Здесь стоит отметить исключение из этого правила. Германию на морском параде представлял тяжелый крейсер – адмирал-граф Шпея. Его судьба не сложилась. Вскоре после начала Второй мировой войны в декабре 1939 года, подбитый в бою, он был взорван командой у берегов Уругвая, чтобы не попасть в руки англичан. Советский Союз послал в Англию на морской парад линкор «Марат», бывший царский Петропавловск. За год до этих событий известный скульптор Матвей Манизер начал работать над бронзовыми скульптурами для станции метро «Площадь революции». Для одной из скульптур краснофлотца-сигнальщика он пригласил позировать курсанта Ленинградского высшего военно-морского училища имени Фрунзе Рудакова. Когда линкор «Марат» прибыл на спидхейтский рейд для участия в параде, на его борту находился курсант Олимпий Рудаков, проходивший там практику. И в августе 1951 года командиром нового крейсера «Свердлов» назначают капитана первого рамга Олимпия Ивановича Рудакова. А еще через полтора года, в марте 1953-го, Рудакова принимают министра обороны СССР Булганин и главком ВМФ Кузнецов и ставят перед ним задачу участвовать в морском параде на крейсере «Свердлов» по случаю коронации королевы Елизаветы. А вот карьера в начале войны у него сложилась неудачно. Рудаков был помощником командира эсминца «Скрушительный». В 1942 году при 11-ти бальном шторме корабль переломился пополам и корма затонула. Все командование покинуло эсминец. За это командира, его помощника и командира БЧ-2 приговорили к расстрелу, но Рудакову его заменили на 10 лет. Разжаловав, направили в штрафную роту рядовыми наметного взвода. Судимость сняли в 1944 году. Восстановили в звании и направили на Северный флот помощником командира эсминца «Громкий». До 1945 года он был командиром эсминца «Доблестный». Затем два года старшим помощником командира линкора «Архангельск». Это корабли британского флота. Затем он командовал крейсером «Мурманск», бывший «Милуоки», «ПМС США». С мая 1949 года по август 1951 года он командовал крейсером «Керчь», бывшим кораблем итальянского флота. В 1944 году СССР получил английские и американские корабли по правилам ленд-лиза. То есть после окончания войны их нужно возвратить. Поэтому 15 января 1949 года линкор «Архангельск» покинул Североморск, а 4 февраля прибыл на военно-морскую базу «Росальп», где и был передан англичанам. Так случилось потому, что союзники не могли договориться, как делить флот Италии после ее капитуляции. Каждая из трех стран старалась заполучить более современные итальянские корабли. Лишь после подписания мирного договора с Италией в 1947 году СССР получил 33 итальянских корабля по главе с линкором Джулио Чезаре «Юлий Цезарь», который в СССР назвали «Новороссийск». В марте 1949 года другой корабль Северного флота, крейсер «Мурманск», под командованием Олимпия Ивановича Рудакова, прибыл в Филадельфию. Он был передан в ВМФ Соединенных Штатов. Вместе с крейсером прибыл теплоход Вячеслав Молотов, который доставил команду крейсера в СССР. Коронация королевы Елизаветы II назначена на 2 июня 1953 года. КОНЕЦ 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 Балтийск. Бывший Пилау. База флота. 7 июня 1953 года крейсер Свердлов покинул Балтийск и взял курс на английский Портсман, а точнее на его спидхетский рейд. Этот океанский рейд с сильным течением имеет длину 22 и ширину 6 километров. На рейде крейсер появился утром 10 июня. На корабль прибыл морской офицер с лоцманом, от услуг которого командир отказался и сам повел крейсер на предназначенное ему место. Началась постановка на якорь, офицер включил секундомер. В английском флоте отлично считалась постановка за 45 минут. Свердлов это сделал за 12 минут и на следующее утро фотографии Олимпия Ивановича Рудакова появились во всех центральных английских газетах. Страна мореходов оценила капитана по достоинству. Военно-морская база Англии Портсмут. 11 июня. Все корабли на рейде расцвечены флагами. У мужа королевы Филиппа, принца Единбургского, день рождения. Для матросов и офицеров, не занятых на дежурстве, организовали экскурсии в Лондон, до которого 100 километров. В Портсмуте можно было посетить музей Королевского флота. На неделю пребывания выдали английские фунты. Матросам 2-3, офицерам 10, что соответствовало полуторамесячному должностному окладу младшего офицера. Корабль посещали англичане, которые могли не только его осмотреть, но и познакомиться с русской кухней. К их услугам была русская водка, бутерброды с икрой и прочие деликатесы. Все это оставило очень хорошее впечатление русских. В это же время в Портсмутских королевских морских казармах был организован коронационный бал для офицеров кораблей, прибывших на морской парад. На балу от крейсера «Свердлов» были 12 офицеров, а всего в грандиозном бале участвовали около 1500 человек. Командиров кораблей пригласили на специальный прием. Первый этап проходил на борту линкора «Авангард», где королеве были представлены все командиры кораблей. Здесь же вручались королевские коронационные памятные медали. Второй этап в более неформальной обстановке проходил уже на суше. Здесь командир Свердлова преподнес королеве дар от советского правительства горностаевую мантию. Вероятно, это и то, что английские газеты написали о командире крейсера, побудило королеву станцевать с Олимпием Ивановичем. Кроме того, она представила Рудакова своей сестре, принцессе Маргарет. На следующий день Маргарет отправила Рудакову экипаж с цветами и сама побывала с визитом на борту крейсера. Так писала пресса. На королевскую яхту «Сюрприз» прибыли королева с герцогом Эдинбургским Филиппом, королева-мать, сестра королевы, принцесса Маргарет и другие менее титулованные особы и гости. Королеве на своей яхте нужно обойти весь строй кораблей, а их собралось почти 300. Ее сопровождает на своем катере премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. КОНЕЦ 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 На следующий день после парада крейсер Свердлов отбыл на родину. В Балтийске его радостно встретили, весь экипаж наградили знаками за поход в Англию. Командиру присвоили звание контр-адмирал и наградили орденом Красного Знамени. С 1958 года до конца жизни, 1974 год, Олимпий Иванович Рудаков работал в Ленинградской военно-морской академии имени Крылова. КОНЕЦ КОНЕЦ